И сейчас кое о чем, о чем я упоминал, кое-что считалось секретным, для меня же это никогда секретом не было. Не только не было секретом, я сам принимал активное участие в этих делах, что-то делалось по моей личной инициативе. В 1976 году я участвовал в президентской кампании, и в мои руки попала копия письма, написанного членом кандидатской команды Картера, из кругов Бжезинского. В письме говорилось о предполагаемом ядерном нападении на Советский Союз, после того, как начнет работу администрация Картера. Возможно, некоторые из вас помнят, что заключительную фазу своей избирательной кампании 1976 года я посвятил этой теме. Тогда я объявил во всеуслышание, что будущая администрация Картера, Бжезинские кампании, предполагают воплотить в жизнь то, о чем мечтал Рассел, нанести превентивный ядерный удар по Советскому Союзу. И вот теперь этот план был взят на вооружение в сентябре 1976 года. Вот тогда, в 1976 году, я связался с определенными кругами, мы обсуждали эту тему, что можно сделать в этом направлении. Когда речь идет о военном противостоянии, когда вы вооружаетесь, враг объявлен, просто дипломатии решить проблему невозможно. Дипломаты не могут просто вступить и решить все эти вопросы, потому что за спиной у них военная машина. Это военная машина, отмобилизованная с обеих сторон. И смысл ее существования в том, чтобы рано или поздно начать воевать друг с другом. И в данном случае речь шла об атомной войне. Поэтому необходимо было найти промежуточный подход, который бы учитывал военный фактор. То есть, нужно было вести переговоры о мире, и обсудить возможности намерений мира, которые бы учитывали военные факторы и интересы военного истемблишмента. В этом был мой подход. Тогда я связался с американскими военными, которые разделяли мои взгляды во время Второй мировой войны. И к 79-му году я разработал план, который был представлен руководящим кругом страны, а также был передан Советскому Союзу. Тогда я уже знал, что Советский Союз распадется. Не сразу, но процесс уже шел. Воинственность, военные расходы, все это было бременем для развития Советского Союза и его экономики. Поэтому, если бы удалось разработать политику, учитывающую военную составляющую и нацеленную на сотрудничество, а не на конфликт, тогда из этого тупика можно было бы выйти. И вот этим мы занимались. Позднее, когда уже был избран Рейган, он еще не вступил в должность, но уже тогда я наладил контакты с членами его будущей администрации. и через разведывательные органы. А они согласились с моими идеями. Тогда я сказал, что я свяжусь с Советами и предложу им, что у нас есть. И тогда руководство, включая руководство всех государственных спецслужб, ЦРУ в том числе, согласились с этой идеей. Некоторые из них разделяли мои взгляды со времен Второй мировой войны. Я их не знал, но наши взгляды на ситуацию были близкими. И вот это было мое детище. И я прилугал усилия к привлечению французов, итальянцев, немцев, аргентинцев и так далее. И я выдвинул эту идею в стратегической оборонной инициативе. Позднее уже администрация Рейгана дала ей это имя, СОИ. Но архитектором этого проекта был я и продвигал его я. И многое мы в последующей жизни стало результатом этой инициативы. Так что мы работали тогда над этой программой. Советское руководство участвовало в переговорах с представителями США. На Сицилии в Эриче была проведена конференция. И казалось, дело идет на лад. И в 1983 году Рейган вдруг, но это было мне известно тогда, взял быка за рога и выступил с речью, со знаменитой речью СОИ. Он предложил Советскому Союзу то, что и я предлагал. И то, над чем я работал с 1975 года. Так что я все это организовал. Почему все это не сработало? Здесь два фактора. Главный фактор – это англичане. Англичане все это и похоронили. Но как это произошло? Почему Андропов без всяких обсуждений публично отверг диалог с президентом Рейганом? Да потому, что он был под контролем англичан. А дальше все пошло хуже и хуже. Я имею в виду его последователя – Горбачева. С моей точки зрения, с точки зрения объективной информации, Горбачев был изменником Советского Союза. и его все действия нельзя истолковать иначе. Судите сами, Советский Союз стоял на пути гибели. Соединенные Штаты от имени президента при поддержке военных Германии, Франции и других стран предложили путь и предложили путь найти выход из ядерного тупика. Предложили научную программу с использованием новых технологий, которые бы позволили избавить мир от угрозы, военной угрозы. И вдруг этот человек, Андропов, огульно берет и отвергает эту идею. В то время, как значительная часть советского руководства его поддерживала. Ну, вот так это и было. В середине 80-х становилось все более ясно. В Советском Союзе есть люди, которых можно квалифицировать не иначе, как предателей Советского Союза. И эти люди сегодня в России у власти. Возможно, не на самом наверху, но они представляют очень важный фактор силы, и они связаны с Великобританией. Большинство из них училось в Англии. В середине 80-х годов их учила английская разведка. Прямо в Лондоне. И сегодня они занимают в России ключевые посты. И они являются главным препятствием на пути спасения России от гибели, когда грянет бразильский кризис. А это будет. То, как дела идут сегодня и как разворачивается кризис, финансовый кризис, дело кончится не просто кризисом, а обратного пути не будет, никогда не будет восстановления экономики измерить. До тех пор, пока существует такая опасность. Если сегодня не покончить с Уолл-стритом, Соединенные Штаты прекратят существование. Такой страны больше не будет. гражданин, но и другие. Такие люди, как Чубайс, Горбачев и прочие. Это все английская школа измены, предательства. Как с русской патриотической точки зрения, так и с советской точки зрения. Это британская школа предательства. И вот это сегодня главная проблема. Это альянс Британской империи и вся эта история вокруг БРИК. Вспомните, экономическая система Соединенных Штатов рухнула в августе 71-го года. Тогда Британская империя и Джекоб Ротшильд создали эту самую группу. И сегодня они всем заправляют. Там все прогнило и там все лопнет. Но это центр пузыря, который лопнет. И когда этот пузырь лопнет, если у нас не будет политики, которую можно будет предложить, мы вернемся в темные века. И в этом вся проблема. Но проблема также и в том, что Россия, Индия и Китай у них есть жизненно важные интересы совместно с Соединенными Штатами и с континентальной Европой. Можно пересмотреть и создать новую систему сотрудничества и вывести мир из кризиса, в основном на основе ядерных технологий, развития транспорта, строительства инфраструктуры. Все это можно сделать, все это можно профинансировать и можно покончить с этой депрессией. Но вот проблема в этом. Это проблема влияния этой своры изменников внутри российской системы. Вот это ключ к этой проблеме. Так что вот это техническая проблема. На это нужно обратить внимание и их нужно уничтожить. Это враг. Не надо распыляться. Не надо припоминать всех, кто вам не нравится. Нужно увидеть реального врага и уничтожить этого врага. Остальные подождут. Так что нужно уничтожить врага. Все это конечно всплывет. Но если враг всем заправляет, то будет так, как было в США в 2007 году. В конце президентства Буша. тогда можно было организовать оздоровление экономики, выйти из кризиса ипотечного, который разразился летом 2007 года. У меня тогда была программа, как его восстановить и как начать реорганизацию. Но все пошло в другом направлении. Начали спасать Уолл-стрит за счет людей, за счет народа, за счет страны. Спасать эту свору. А эта свора хочет уничтожить Соединенные Штаты и уничтожить вообще цивилизацию. Такие вот у них планы. Но оставим их в покое и оставим в покое их планы. Задумаемся, как победить этого врага, как избавиться от этого чудовища, как Россия избавится от этого чудовища, от этого суккуба, который высасывает из них кровь, от этих жуликов и проходимцев. Необходимо посмотреть на все это внимательнее, как я следил за событиями в России в 90-е годы. Россию методично разрушали. Планы разрушения России, происходящие с 89-го года, были разработаны в Англии под английским надзором, и разработали эти планы россияне. Под английским руководством готовили все это. Такие как Чубайс, Горбачев и прочие. Это изменники Советского Союза, изменники своей собственной страны, они разрушили экономику России после распада Советского Союза и делали это целенаправленно, по политическим целям. И эти же люди из той же компании сегодня разрушают нашу страну. Поэтому у нас в России общий враг. Есть страны такие как Китай и Индия, которые готовы сотрудничать с нами по реорганизации планеты.